здравствуйте коллеги сегодня на канале дважды отца дмитрия мы поработаем приглашенными лекторами тематика этого канала как вы знаете лучше нас это всякие мужские штуки включая охоту рыбалку и конечно же выпивку а именно последним пунктом мы и занимаемся в основном пивоварением особенно в его малотоннажном я бы даже сказал домашнем варианте поехали сегодня мы поговорим об этом самом пивоварении а именно попытаемся рассмотреть процесс затирания сода зачем нужны все эти сложные схемы со сменой температуры и за что отвечает каждая пауза все мы знаем а кто не знает тот догадывается что пиво это напиток из зерна рассмотрим философский вопрос что есть зерно шутка вопрос этот не философский а сугубо биологический зерно грубо говоря это укрытый под жесткой ополочкой зародыш растения и запас питательных веществ в первую очередь сахаров за счет которых зародыш может развиваться до состояния когда это новое растение сможет самостоятельно обеспечивать себя но хитрые люди додумались что они и сами могут неплохо употребить эти питательные вещества а потом додумались что можно их кормить еще кому-то например курица которую можно в свою очередь съесть ибо она вкуснее зерна или дрожжам которые переработают эти самые питательные вещества в алкоголь придающий гибкость телу и бодрость духу но в последнем случае все не так просто дело в том что запас он на то и запас чтобы его сложно было использовать он должен быть способен храниться до нужного момента то есть его использование должно быть затруднено оно должно быть возможным только в определенных условиях как это достигается в зерне двумя путями первое это снижение содержания воды жизнь по крайней мере вся известная нам жизнь существует только в водных растворах если что-то высушить то жить оно не будет по крайней мере пока содержание воды в нем опять не станет нормальным а зерно как мы знаем достаточно сухое второй путь это перевод питательных веществ в сложно утилизируемое состояние проще всего их полимеризовать то есть сшить отдельные молекулы в данном случае молекулы глюкозы в одну длинную молекулу данном случае крахмала что такое крахмал это смесь двух полисахаридов амилозы и амилопектина а уже они состоят из остатков глюкозы различие только в том что амилоза это линейная цепочка из житых между собой молекул глюкозы амилопектин это разветвленная цепь из тех же самых молекул глюкозы то есть глюкоза в зерне есть но в виде полимеров и в таком виде она не может быть съедена не самим растением не кем-то другим в том числе дрожжами если мы все-таки хотим использовать полисахариды зерна крахмал в своих грязных целях нам надо соответственно расщепить эти полимеризованные сахара обратно до коротких молекул то есть крахмал до глюкозы этот процесс как и подавляющее большинство других процессов живых организмах обеспечивается ферментами сделаем отступление что есть ферменты это белки которые катализируют химические реакции то есть грубо говоря ускоряют их не расходуясь в процессе самой реакции по сути все что мы называем жизнью с точки зрения циничного биохимика это совокупность химических реакций но большинство реакций протекает достаточно медленно и их требуется ускорить чем живых системах ферменты и занимаются так вот вопрос перевода запасных веществ в легкоусвояемую форму вынуждены решать и сами растения в процессе прорастания чтобы использовать запасенные в зерне вещества растения при прорастании вырабатывают ферменты которые эти вещества расщепляют и это мы можем использовать в своих целях во-первых надо создать условия в которых нужные нам но на самом деле растению но кого заботят нужды растения в общем условия в которых нужные нам ферменты начнут вырабатываться то есть прорастить зерно и в этом состоянии прорастающее зерно нам надо законсервировать например высушив его полученный продукт называется солод а а во-вторых нам надо заставить накопившиеся ферменты работать в наших интересах для этого надо сначала перевести всю водную фазу то есть раздробить солод засыпать его в воду и надеяться что и запасенные в нем питательные вещества и нужные нам ферменты растворятся в воде а потом создавать условия в которых эти ферменты будут работать как многие из вас знают белки в том числе и ферменты способны выполнять свою роль только в определенных условиях за пределами которых они инактивируются и денатурируют либо просто недостаточно активно работают одним из таких условий является температура и так уж эволюционно сложилось что нужные нам ферменты солода работают в разных температурных границах то есть меняя температуру затора мы заставляем работать тот или иной фермент и играя температурой мы в некотором роде регулируем состав получаемого в итоге сусла чем свою очередь создаем ну или не создаем приемлемые условия для жизнедеятельности дрожжей давайте рассмотрим суть основных температурных пауз температура 52 градуса она же белковая пауза как ясно из названия во время данной паузы происходит расщепление в основном белков до аминокислот либо коротких пептидов ферменты работающего время этой паузы можно объединить под названием пептидазы различают экзопептидазы и эндопептидазы различия в том что эндопептидазы разрушают белковую цепочку изнутри на месте определенных аминокислот а экзопептидазы не специфичны и работают только с концами белковой цепочки по очереди отщепляю каждую концевую аминокислоту эти аминокислоты впоследствии будут использоваться дрожжами для синтеза уже своих дрожжевых белков при недостатке аминокислот дрожжи начнут искать пути восполнения дефицита например занимаясь переаминированием побочный продукт которого это высшие спирты или говоря по простому сивуха если и это не поможет то дрожжи просто остановит свою жизнедеятельность несмотря на то что в сусли будет достаточно сахара и в этом случае вы приобщитесь к секте свидетелей недопрода и недозасева следующие две основные паузы 62 и 72 градуса нужны для получения углеродного субстрата клетками дрожжей как мы с вами помним суть спиртового брожения это превращение одной молекулы гексозы то есть углевода молекула которого содержит 6 атомов углерода в нашем случае это глюкоза или гораздо реже фруктоза в две молекулы двухуглеродного этилового спирта и две же молекулы одноуглеродного углекислого газа следовательно главным компонентом питательной среды должна быть глюкоза но откуда ее взять в зерне глюкозы чистой маловато зато как мы говорили в зерне содержится много крахмала который можно расщепить температурная пауза 62 градуса оптимальна для работы таких ферментов как бета-амилазы и группа ферментов декстреназ бета-амилаза отщепляет от конца полисахарида коротенькую цепочку из двух глюкоз мальтозу мальтозу дрожжи уже сами способны пощепить на две глюкозы и усвоить их то есть эта пауза обеспечивает дрожжи гарантированным пайку длительная выдержка этой температуры позволила бы перевести весь крахмал в мальтозу если бы опять таки не точки ветвления амилопектина эта амилаза останавливается за несколько остатков глюкозы до точки ветвления и в итоге расщепить весь крахмал на сбраживаемый сахарам у нас опять таки не получается но нет худа без добра оставшиеся несъедобные молекулы неплохо повышают плотность и стойкость пены без которой пиво это не пиво декстреназы расщепляют те связи которые не могут разрушить амилазу они могут разрушать амилопектин в местах ветвления что дает субстрат для действия следующего фермента альфа-амилазы если плотность и стойкость пены нам не важна а интересуют только градусы в готовом напитке то нам на выручку придут специализированные ферменты такие как предельная декстреназа которая пощепит полисахариды в местах ветвления и даст возможность амилазам дощепить крахмал на сбраживаемый сахарам нужно ли вам это решаете сами фермент этот достаточно медленный и несмотря на достаточно широкие температурные рамки при температуре свыше 63 работать он практически перестает температурная пауза 72 градуса здесь начинает работать фермент альфа-амилаза он щепит полисахариды в случайном месте кроме опять-таки точек ветвления в результате полисахариды распадаются на короткие полисахариды декстрены они опять-таки состоят из недоступной дрожжам глюкозы что с одной стороны плохо так как лишает дрожь у питательных веществ а с другой стороны хорошо для нас эти полисахариды не сбраживаются что придают плотность пиву и стойкость пения при следующей встрече молекулы фермента с этими декстринами они вновь щепятся в случайном месте экстраполируя этот процесс можно все полисахариды крахмала пощепить в труху то есть варьируя длительность паузы 72 градусов мы как будто передвигаем ползунок плотность градусов но все мы по крайней мере те кто интересуется пивоварением сталкивались со схемами затирки в которых используются и другие температурные паузы что это за паузы и для чего они нужны мы расскажем вам в следующем ролике на канале дважды отца дмитрия а если вы хотите знать про пивоварение больше и копать в эту тему глубже подписывайтесь на наш канал и помните вкусное пиво это всегда следствие научного подхода за все Продолжение следует...